Всем привет! Сегодня будем квасить на зиму капусту в собственном соку. Это самый простой рецепт квашеной капусты, который мне приходилось встречать. Капусточка получается хрустящей и очень-очень вкусной. Для приготовления нам понадобится капуста, морковка, соль, перец горошком и лавровый лист. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом шинкуем капусту. Разрезаем головку пополам, а потом делим еще наполовину. Это для удобства. Теперь берем шинку и шинкуем нашу капусточку. Нашинковать можно и ножом, но это займет больше времени. Лучше всего это делать специальной шинкуркой. Я потерла килограмм капусты. Вот такая вот соломка получилась. Теперь будем добавлять соль. Берем соль. На килограмм капусты надо брать столовую ложку соли. Вот такой немножко с горкой. 25 грамм. Если есть весы, можете взвесить. И хорошо мнем руками до выделения сока. Подготовленную капусточку перекладываем куда-нибудь в другую емкость. И так будем делать, пока закончится капуста. Капусту мы подготовили. Теперь займемся морковью. Натираем ее на терке для корейской морковки. Морковку потерли. Ее надо брать где-то грамм 150-180 на килограмм капусты. Овощи у нас подготовлены. Будем раскладывать их по банкам. Берем чистую сухую банку. Стерилизовать ее необязательно. На дно кладем перец горошком черный. Лавровый листочек. И заполняем банку капустой. Закладываем немного. И хорошо утрамбовываем. Желательно взять толкушку такую деревянную. Металлическую не рекомендуется. Если нет деревянной толкушки, тогда уже рукой можно помять. Стараемся примять как можно сильнее. Капусту уплотнили. Теперь выкладываем слой морковки. Распределяем ее там равномерно. Прослоечку эту. И опять капусту. Хорошо приминаем опять. В процессе наполнения вставляем еще пару листиков. Не забываем уплотнять хорошо капусту. Прослоечку морковки. Распределяем, чтобы наша капусточка выглядела не красиво потом в банке. И так чередуем слои, пока полностью не заполним банку доверху. Вставляем еще листочек. И утрамбовываем. Верхним слоем должна быть капуста. Банка заполнена. Капуста попалась у меня сочная. У меня уже полная баночка сока. Это очень хорошо. Ничего, никакой воды, ничего доливать не надо. Закрываем ее крышкой. Если есть такая вот с дырочками крышка, очень хорошо подойдет. Если же такой крышки нет, то можно просто прикрыть крышкой, но полностью не закрывать, чтобы было воздуху куда выходить. Таким образом наполняем следующую банку. Вот такая красота у нас получилась. Дальше каждую баночку ставим в миску, так как в процессе заквашивания может выделяться сок. Оставляем капусту на 3-4 дня при комнатной температуре. При этом протыкаем нашу капусту деревянной палочкой. Делать это надо каждый день и желательно 2 раза. Утром и вечером. В такой способ мы избавляемся от горечи. Еще такой момент. Если у вас попалась сухая капуста и где-то уже через сутки не выделилось достаточно сока, вот как у меня, сок должен покрывать капусту, тогда лучше долить немножко воды кипяченой, остудить ее полностью и долить. Капусточка должна быть полностью покрыта жидкостью. Вот так. Прокололи, прикрыли и пусть стоит. Через 3-4 дня пробуем капусточку на вкус. Если нас устраивает, закрываем капроновыми крышками, храним капусту в холодильнике или в погребе. Вот и все. Хрустящая квашеная капуста в собственном соку готова. Приятного аппетита! И пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok